Джибриль – первое творение Аллаха, которому была дана душа, не имея родителей, не имея ничего, без каких-либо предпосылок. Он первый, кого Аллах сотворил и наделил душой. Как же Аллах сотворил его? Знаете, когда рождаются дети, они издают все эти звуки. Иногда это просто милые звуки, иногда не очень. Они изучают мир, они издают эти звуки, затем произносят мамы или папы, или что-то еще. Ведь так? А что насчет ангелов? Что насчет Джибриль, алейхиссалям? Что он сказал, когда появился на свет? Саид ибн Мусайиб, да будет доволен им Аллах, передает. Когда ангелы появляются на свет, они говорят «Ла хаула ва ла кувата илля биллах». Нет силы и могущества, кроме как у Аллаха. Таким образом, как только Джибриль, алейхиссалям, первая душа, появился на свет, он произнес «Ла хаула ва ла кувата илля биллах». И когда создаются ангелы, они создаются постоянно. У них нет пола, нет желаний, нет ничего, что бы отвлекало их от поминания Создателя. И они произносят «Ла хаула ва ла кувата илля биллах», появившись на свет. Сколько же лет Джибриль, алейхиссалям? Каков его возраст? Как мы сказали ранее, есть мнение, что он является первым, кому была дарована душа. И каково же доказательство для такого утверждения? Доказательством служит достоверный хадис пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям. Когда Аллах создал рай и ад, Он отправил Джибриль, алейхиссалям, посмотреть на рай. Это уже говорит нам о том, что Джибриль существовал еще до сотворения рая и ада. Очевидно, люди и джинны не были сотворены ранее, чем рай и ад. Также Джибриль, алейхиссалям, является Сайиду-ль-Малайка, он предводитель ангелов. И есть смысл в том, что он был сотворен первым из ангелов. Итак, первое взаимодействие, которое мы видим между Джибрилем и Аллахом, когда Аллах создает рай и ад, а затем говорит Джибрилю, «О, Джибриль, посмотри на рай. Взгляни в него и увидь, что же я приготовил для его обитателей. Еще никто не был создан, но Аллах говорит, иди, посмотри, что я приготовил для тех, кто войдет в рай. И, субханаллах, знаете, что интересно? Знаете, этот запах новой машины или запах нового дома? Так у рая всегда есть новый запах, он всегда как новый, он не устаревает. И Джибриль, алейхиссалям, первый, кто обратил свой взор на это место. Со всеми реками, дворцами, особняками. И, субханаллах, увидев все это, Джибриль возвращается к Аллаху с чувством восхищения и говорит, «Клянусь твоим величием, нет никого, кто бы не услышал про это место и не вошел бы в него. Мне все равно, кто это или что за создание. Никто, кто бы не услышал об этом месте, не упустит возможность попасть туда». А затем пророк, алейхиссалям, сказал, «Аллах окружил рай препятствиями, трудностями. Это не так уж легко. Он хотел показать Джибрилю, что не все так просто. Аллах снова отправляет Джибриля взглянуть на рай второй раз. Джибриль возвращается. В первый раз он был восхищен, теперь же он беспокоится и говорит, «Клянусь твоим величием, я боюсь, что теперь никто не сможет попасть в рай». Понимаете, как же они преодолеют все эти трудности и препятствия? Затем Аллах посылает Джибриль, алейхиссалям, взглянуть на ад и говорит, «Загляни в него и посмотри, что я приготовил для его обитателей». Затем Джибриль возвращается к Аллаху и говорит, «Клянусь твоим величием, нет никого, кто бы услышал об аде и вошел бы в него. Когда люди узнают, что такое ад, на что он похож, они сделают все, чтобы избежать вещей, из-за которых они попадут в ад. Поэтому никто не войдет в ад». Затем Аллах окружил ад шахватом, желаниями, легкостью и соблазнами. Так Джибриль снова идет смотреть на ад, затем возвращается к Аллаху и говорит, «Клянусь твоим величием, я боюсь, что теперь никто не в безопасности от адского огня». Это показывает нам, что у Джибриля есть любовь к людям с иманом, любовь к людям веры, еще до того, как они были созданы. И как Аллах успокоил Джибриля? Аллах сказал, «Преуспели верующие, те, у кого есть смирение в сердце. Всех лет твоего успеха был уже заложен в тот момент, когда были созданы рай и ад. Еще до того, как ты был создан, твоя молитва, твой намаз уже был определяющим фактором». Аллах говорит Джибрилю, «Нет, не все попадут в адский огонь. Верующие, те, у кого смирение в сердце, войдут в рай, они будут в безопасности и войдут в рай». Субханаллах. Все началось уже тогда, но из этой истории мы уже видим, каков Джибриль, начиная с его самого начала. Видим его характер, его любовь к людям имана. Так каковы же отношения между Аллахом и Джибрилем, алейхиссалям? Во-первых, он «Калимуллах миналь-малайка», тот, с которым Аллах говорит из ангелов. Теперь вы можете подумать, разве Аллах не разговаривает со всеми ангелами? Нет, так же, как есть определенные люди, с которыми говорит Аллах напрямую, так же есть и определенные ангелы, с которыми Аллах говорит напрямую. Он говорит с «Аль-Мукассимати Амра», все упомянутые четыре ангела, то есть те, с которыми говорит Аллах. Передается, что они общаются с Аллахом, но Аллах всегда обращается к Джибрилю напрямую. Что же касается других из «Аль-Мукассимати Амра», Аллах никогда не посылает ангелы, чтобы поговорить с Джибрилем. Аллах говорит с Джибрилем напрямую, затем Джибриль доносит сообщение до остальных ангелов. Таким образом, он «Калимуллах» из ангелов. Это так же касается пророков. Мы так же часто видим это из хадисов, что Аллах обращается к Джибрилю. И никогда не наоборот, чтобы кого-то посылали к Джибрилю. Всегда Джибриля посылали к пророкам. Нет ни одного пророка, жизнь которого, если вы изучите, кроме как с ним встречался Джибриль. Серьезно, прочитайте «Кассасу-Ланбия» «Истории пророков». Вы всегда найдете упоминание Джибриля в той или иной форме. Он всегда там будет. Ведь он был неспослан к 124 тысячам пророков. Согласно хадису, муслим и имама Ахмада, существовало 124 тысячи пророков, и 315 из них являются посланниками. Джибриль был послан каждому из них, чтобы научить их вырастить, поддержать их. Какой же еще титул есть у Джибриля? Он Насыр-Ланбия. Он тот, кто поддерживает пророков. Он помогает им. Он не только приносит им откровения. Он играет множество ролей в течение жизни пророков. Если вы прибежитесь по всем преданиям, где упоминается Джибриль, мы сейчас не будем углубляться в детали с какой-либо определенной историей пророков. Мы просто остановимся на самых ярких событиях, чтобы понять суть. В истории с Адамом, алейхиссалям, упоминается, что Джибриль был отправлен Аллахом собирать землю, из которой будет сделан Адам, алейхиссалям. Это говорит нам о том, что Джибриль, алейхиссалям, упоминается еще со времени создания Адамы. Когда Адам был изгнан из рая, говорил ли с тех пор Аллах напрямую с Адамом? Нет. Теперь Джибриль становится посредником между Адамом и Аллахом. В Джаннате с Адамом Аллах говорил напрямую. Имам Аз-Заркаши, рахима Аллах, говорит, что это, возможно, более великое благословение, которое было отнято у Адама, чем рай. К Адаму Аллах обращался напрямую, когда он был в раю. Когда же он покинул рай, Аллах стал посылать Джибриля только для него одного. Через Джибриля теперь осуществлялась коммуникация с Адамом, алейхиссалям. Когда Адам, алейхиссалям, покинул мир, они не знали, что делать с телом. Очевидно, люди с таким еще не сталкивались. Они не видели смерть. Аллах отправил Джибриля и группу ангелов. Они омыли его тело, окутали его, затем похоронили. Джибриль все это время с Адамом, с самого его начала. Вы также найдете упоминание Джибриля в преданиях об Идрисе, алейхиссалям. Идрис – это енох, сын Шиса и внук Адама, алейхиссалям. И Идрис, как об этом можно судить из преданий, он был человеком с большими амбициями. Он призывал к добру и запрещал запретное. Он был первым, кто писал пером и многое другое. Он был человеком, который любил дауат. Есть очень известная история, связанная с Идрисом, алейхиссалям. Идрис захотел узнать, сколько ему осталось жить. Почему же он хотел узнать об этом? Вы знаете, обычно люди хотят провести жизнь в увеселениях до конца своей жизни. Например, если вы знаете день своей смерти, кто-то скажет «Окей, буду развлекаться, а в последний день сделаю таубу покаяние». Просто поставил себе пометку в календаре «Покаюсь, затем умру». Но ведь так не бывает. Поэтому ли Идрис, алейхиссалям, хотел узнать дату смерти? Нет. Идрис хотел знать дату своей смерти из-за своего стремления к дауату. Он хотел скорректировать свои планы согласно этой дате. Таким образом, он просит Джибрил, алейхиссалям, разузнать об этом. Причина, по которой я рассказываю вам эту историю, здесь есть очень важный момент о Джибриле. Только Джибрил, алейхиссалям, может взять с собой пророка, поднять на небеса, а затем вернуть на землю. Он единственный, кто может восходить на небеса и снисходить с любым из пророков Аллаха. Итак, Джибрил возвышается на небеса вместе с Идрисом, и, согласно преданию, в основном это передается от людей Писания. Он встречается с ангелом смерти на четвертом небе. И Джибрил, алейхиссалям, обращается к ангелу смерти и говорит, «Это Идрис, раб Аллаха, и он хочет знать, сколько ему отпущено». И ангел смерти отвечает, «Я был удивлен, когда Аллах приказал мне забрать душу этого человека на четвертом небе». Таким образом, он умирает на четвертом небе. Ибн Хаджар, рахмалуллах, один из строгих адисоведов, говорит, что эта история усиленно и подтверждается доказательствами от пророка, алейхиссаляту вассалям. Ведь когда пророк, саллиллаху, алейхиссалям, возвысился на небеса в ночь Исрава-ль-Ми'радж, где же он встретил Идриса? На четвертом небе. Таким образом, Идрис – единственный человек, который покинул мир на небесах. И это также одна из интерпретаций аята «Мы возвысили его на высокий уровень». Согласно Библии, Енох умирает на четвертом небе. Вот так эта история подтверждается доказательством от самого пророка, алейхиссаляту вассалям. Вы видите, как Джибрил отвечает на просьбу пророка, забирает его на небеса, чтобы встретить Аллаха или Ангела Смерти, чтобы помочь ему, чтобы ответить на его вопрос. Самые частые упоминания Джибрилла из предыдущих пророков – это с пророком Ибрагимом, алейхиссалям, и его семьей. Итак, Ибрагим, алейхиссалям, субханаллах, так высоко упоминаем пророком, алейхиссаляту вассалям, миллят Ибрагима – это религия, путь Ибрагима, алейхиссалям. Вы найдете упоминания Джибрилла в многочисленных эпизодах. С момента, как Ибрагима, алейхиссалям, бросили в огонь, Ибн Аббаз, да будет доволен им Аллах, передает, что когда Ибрагима бросили в огонь, все ангелы хотели помочь ему. Микаэл ждал приказа от Аллаха, субханаллаху ата'але, чтобы потушить огонь. Я имею в виду, Аллах легко мог вызвать шторм и потушить огонь. Все ангелы ждали и недоумевали, почему же задерживается приказ как-то разобраться с огнем или помочь Ибрагиму, алейхиссалям. Итак, Джибрилл приходит к Ибрагиму, алейхиссалям, и говорит, «Кочешь ли ты, чтобы я помог тебе?» Ибрагим знает, почему Джибрилл задает такой вопрос. И он отвечает ему, «Если это помощь от тебя, тогда мне ничего не нужно. Если это помощь от Аллаха, тогда я приму ее». Он понял, что Джибриллу не было дано команды потушить огонь. «Если это от Аллаха, то я приму это. Если это от тебя, Джибрилл, то ведь у Аллаха есть план на все». Джибрилл обращается к Ибрагиму, «Почему бы тебе не попросить его?» «Проси Аллаха, чтобы помог в этом». Ибрагим, алейхиссалям, отвечает, «Аллах знает о моей ситуации. Его знание моей ситуации делает меня бессмысленным просить его. Такое не для нас, это для пророков». Имея в виду, Аллах знает, что происходит, Ибрагим знает, что Аллах найдет выход. Итак, Джибрилл, алейхиссалям, хочет помочь ему, и это в первый раз согласно Абдулля ибну Мас'уду и другим, когда были произнесены слова «Хасби Аллаху анимал вакиль». Ибрагим, алейхиссалям, был первым, кто сказал в такой ситуации «Достаточно мне Аллаха как покровителя, и он лучший из защитников». Очевидно, Божий промысел, план Аллаха был в чем? Огонь не стал сжигать, Ибрагим, алейхиссалям. Будь холоден и будь мирным к Ибрагиму, алейхиссалям». Пока продолжает существовать это видео на просторах интернета, те, кто стали причиной выхода этого видео, будут получать непрерывное вознаграждение. Ансармедия дает возможность своим подписчикам поучаствовать в благом и совершать садок от Руджария, которая покроет расходы на переводы видео, озвучку и нужды канала. Аллах увеличивает награду, кому пожелает. Аллах объемлющий, знающий. Субтитры создавал DimaTorzok